Мы будем начинать. Сегодняшний наш медиаток посвящен теме экспертов, которые присутствуют в белорусских медиа. И мы будем говорить о том, что же это за сообщество, какие есть проблемы, как редакции вообще выбирают экспертов. Ну, в общем, затронем много разных вопросов. Как я уже сказала, меня зовут Алла Шарко. Сегодня мой самодератор, и это будет, я надеюсь, постоянная практика менять самодераторов для того, чтобы узнать какие-то новые повороты в проблеме. Это Артем Шрайбман, и это политический аналитик. У него есть опыт работы прекрасным журналистом, и я думаю, что сегодня мы вместе справимся. Что вы думаете на эту тему? Ну, начнем мы с того, что действительно есть ли такая проблема. Что сегодня с экспертным сообществом, которое представлено в белорусских медиа? Чувствуете ли вы эту проблему как со стороны эксперта, так и со стороны того человека, который сам набирает каких-то экспертов? То есть нам интересно узнать, что вы об этом думаете. Проблема есть. Проблема актуальная. И у всех, кто пишет, и родовые, и кто читает, так самое, они это отшувают. Я думаю, что первая теза такая, что экспертов, на жаль, мало, мельгают одны и ты. Часом, это не эксперты, а просто говорки, а головы, какие зручные для журналистов, которые сами хотят пиариться. И тому возникает питание, от чего это? Я думаю, что тут есть две группы причин. Первую группу можно отнести до специфики нашей системы политичной, якая не есть свободной, якая не ухваляя отповедно свободную думку. И росквиту синтенка у нас безумовно нема. Это не излученные штаты, это не заходняя Европа, где аналитичная думка в большей ступени запотребована. Вот им ликую, уладными структурами, мы памятаем, что та шкандализа райсня, она з нейка такого мозгового центра стала свой часто. Дяш с акратаром США, у нас пакуль, что такие нереальные карьерные взлеты. Так что одна проблема, это специфика системы, мало таких фабрык думок, мало экспертов, и не усетые эксперты, которые есть, они охватно делятся своими думками, особенно с недержавными медиями, это такой аспект проблемы. Ну а другой бок этого медаля, это то, что, как там сказал Пушкин, мы ленивые и нелюбопытные, это я уже кажу про журналистский цех, потому что простей, кали есть там некая кола людей, з якими постоянно журналист контактует, они охватно адвукаются, и легче из-за всего звернуться до того, кто загадзе уже ведаючи, что он приблизно скажет, и просто умонтировать в ответное место материалу, вставить эту цаглинку. Ну, есть объективная реальность, мы тут не изменим нашу систему, не изменим наш режим, таму, напевно, акценты мусить быть на тем, як нам у гэтых умовах тут и теперь працавать, и стараться максимально використовывать той экспертный потенциал, який есть, по-перше. Ну и самим, я уже от двумя журналистов говорю, тут, бачите, я то одним, то иншим амплуатом, потому что я сам журналист, який пишет материалы, и сам берет интервью экспертов, а з іншого боку, покольки я уже сто годов про все пишу, то меня так сама иншым разом пытают уже мое меркование, я фигурую в якости эксперта. Тут есть свои минусы, але есть свои плюсы, ну, але я знову ж не буду тягнуть, покольки, что на себе каутру, я думаю, что я ще будя махчымась выказать. Александр, а вы, калі-небыць, адмауляліся давать комментарий, як эксперт? Конечно, і шым далей, тем более. И что гэта была за тема? Не того, что уже такі старые, или они вы становлюся, а потому что я толькі одну праблему позначу, гэта калі отчуваеш, што тебе груба выкарыстовуюць. Ты разумееш, што ўжу сконструэваны некий сюжет, і нават, калі журналист не вельми професійный, он тебе начынае падштурховуваць ўжу самім пытанням. Вось скажы там празлачынный режим твоя і твоя, будя вельми, шо тип-топ, значыць, в моім контэксте гэта все. Ну, я трошкі утрырую, але сутнасть такая, калі ты отчуваеш, што вось таким чыном просто, не столькі твоя думка цікавая, калі калі патрібна, каб було твою прозвіщі вось, і, так би маю, ну, просто пазначыння позіцій, то тады я стараюся ці, калі журналист просто не у темі, і ён пачынае задаваць пытання, што, а вось расскажыця там, наприклад, калі 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 месо ў беларускай палате працтавніковы, там інша, все такое. Разумеєця, вось калі на такім удровні, калі чалі калі не пра нюансы, не пра некія падводзінае плыні пытаецца, а пра те пытання, кій он сам павінін выдатна разумець, то, ну, так сама тады не цікава разумець. Тому так бываюць випадкі, калі я адмавляюць. Павлёк? Ну, мне доводяцца сутыкацца с тым, што мне давалі часто беруць коментары, і часам не па тых темах, дзі я гатовы выступаць. І вось мне дзістігодзі бі доводялась змагацца за той, каб мені не называли палітологом. Я саправдай пішу пра палітаку, але я хоць шай пішу, чым выучаю палітаку. Хаця, ну, канешна, у нікій минимальній ступені палітичні наглядальні ксё ж такі нікім выучэнім займаецца, але это всё ж такі не навыковая дзейнаць, як такавае ў сур'йозному разумені. Мні падабаецца амеріканская вазначэння, што ёсць гаваркі і галава, ях называюць пандытымі ў злучных штатах, і ёсць експерты. Часам чалавек, які, вот эта гаваркая галава, ён можы быць і експерты. Напыклад, Нобелівськ лубряд паэканоміце Бол Кругман, ён і експерт, ён разбіраецца ў еканоміце. С другого боку, ён умее прагэта вельмі лёгка і чалавеччай мавы расказыць. І таму яго вельмі любець запрашаць ў ефір. С другого боку, ёсць люди, які з'являюць експертами, але яких в ефір не запросиш, бо калені пашнут не што тлумачить, то никто не заразумее, а папа, с кем ты разговариваєш, може отримацься така ситуація. Тому ёсць такая ситуація. Отгукаючася на слово по той, що хапай і не хапай у нас експерты, мне подаецца, що тут ёсць і саправды проблематико того, що експерту може быть і не хапай, бо ніколі журналисты не скажуть, що нам достаткова. А з другого боку, нам не хапай іще цікаваці і не ліанноты, каб знайстіх і так експерту, бо ў кожному обласному центру єсь навучальні установы, ў меншіх гарадах навучальні установы, там єс людзі, які выкладаюць, як імліку тіє грамадські дисципліны, до яких журналистам треба експерты. А вот, да іх редко звертаюць. Я розумію, што не кожный выкладчик пагодзіцца коментаваць, штось, але тым не ме... Ща ж іще єсь такий даже неформальний запрет, або даже формальний, без разрешення руководства. Натуральна, але тым не ме шукать жа, а це не забороняє. А крім'я таго, єсть, от імліку некоммерційні організація, які займаюць некай тематикай і можуть уже мець експертний потенціал, але тут треба, канешні, шукати і розуміць, хто єс експертам, а хто не зусім експертам. Да, спасиба. Ну, у мене такое ощущение, що експертів все-таки не так мало, і об цьому, к примеру, пістоянно говорять создатели проекта «Наше мнение». У них такий пул експертів. Кое-то время назад вони говорили о том, що це 200 чоловік. Я вже как-то давно не проверяла, скільки там чоловік. Але це один только із ресурсів, де, в принципі, можна посмотреть, увидеть. Я всегда студентам і студенткам рекомендую, якщо вони собираються проводити які-то дискуссії, искати, начинати з нашого мнення. Ну, є і другі ресурсы. І в першу чергу, мені кажеться, що є така інерція, навіть, у редакторів, у організаторів дискуссії. Є действительно повторяючіся люди, чаще всього це мужчини. Їх приглашають на одні і те ж мероприятия. Але, з однією, це інерція. З іншої, мені кажеться, що приглашення більшого пула експертів сопряжено, конечно, з определенной культурою. Тобто, експертам потрібно заранее висловити вопросы. С ними потрібно обсудити, що вони будуть говорити. Тобто, в общем, це така подготовительна робота. І, к примеру, я вже упомінала наше мнення. Ми какое-то время назад, ще я була редактором, робили такий інтеллектуальний сайт «Нова Европа». Делали вместе, ще Архебл, партнером «Круглые столи». Провели такое большое количество круглых столов. Разработали тогда такой мастер-класс по организации модерування дискуссій. І вот завели эту практику, как дискуссию разрабатывать, присылати вопросы. І, в принципі, мені кажеться, що ця культура немножко укореняється, що все більше нам присылають заранее вопросы, як експертам. Але часто, чиста ситуация, коли нам в последний момент предупреждають, потім неправильно подписывают, потім дискуссія йдет в какую-то непонятну сторону. То есть це определенна робота, культура. І над цим, наверное, одна редакція, одна група не може працювати. Це культура, кілька, яка должна касаться многих редакций, інституций, підготовки, я не знаю, журналистів і тих, хто цим занимається. І це то, чим ми должны, на що должны обращати внимание. Ну, ще б я заметила, конечно, є в Беларусі, не хватає в Беларусі інтереси именно к беларуским експертам. Це заметно тому, коли приїжджають експерты з-за границей, якого б вони уровня не були. Ми в Еклаві приглашаємо експертов, часто, ну, експерты нашого уровня. Але якщо людина приїхала з Нью-Йорка, то он бьется в полний зал, і це теж задача, ще допомнительна задача организаторів, редакторів, як-то показати, що ми пригласили цього чоловіка, тому що, смотрите, у нього такий статус, у нього статьи, книги. Він теж був там в Нью-Йорке чи Лондоні, на стажуванні, у нього є публікації, чи у нього. Ну, то есть це все вот какая-то такая дополнительная робота, которую нужно делать. Ну, і останніше, що хотіла сказати, конечно, вот є проблема з гендерним балансом, я завжди за це борюся, і є проблема з тем, що жінчини-експертки відказуються чаще, коли їх починаєш приглашати. Нет, я не експертка, мужчины як-то, ну, за счет того, що їх більше приглашають, быстрі соглашаються, хоча мені часто кажуться, що... Ну, кстати, ще у нас сьогодні гендерний вопрос тож запланирован. Ну, все, да, тога коротко. Нет, я думаю, про що Альксандруча може це сказати. Скорі можна маленьку ремарку, удокладнення. Вось я так зразумів со слова Вольги, що яна має на увазі використання експерту у нійких там діалогах, у дискусіях, в устных жанрах. Я думаю, варто удокладніть, тому што я найперш маю на увазі працю з експертами у журналістським. Ключи, калі гэта... І чому я за гэта зачапчюся? Тому што загадзя выслаць питань, гэта немагчыма. Тому што сьогодні переважна онлайновая журналістика. Матеріал робіць ця худка. Наприклад, я пішу найперш для сайта Навіны Бай і там ў нас принцип аналітика щоння-нащоння. Артём, вы таксамы добре ведаюць. Памятна. І таму натуральна 2-3 годіны, каб зрабіць аналітичны матеріал. Гэта на ўсё пра ўсё. І урэска, і свае развагі, і меркаванні експертовы, і резюме, трэба збіць матеріалы. За гэты час трэба высті на експертов, выслухаць їх, вытіснуць самая галовная, апрацаваць, калі ешчэ неупэўненны, гэта асобная дарэчы пытання, калі неупэўненны, што ты карэктна падаеш, ешчэ можа стелефановацца, там, тип раз мэсэнджер, закінуць, каб експерт звернуць, ўсё пададзіна адэквата, і загадзя выслыць пытання немагчыба. Я наумысна тут адразу целывея рэшчэ пытанняў узняў, таму, што вось узгаднэння, наприклад, узгадняць і не узгадняць зэкспертам. Узгадняць гэта тратиш час, асаблі ов онлайні, калі кожная хвіліна наўлику. Не узгадніць можа бэць помылка. Пытання этыкі зноўжа, ну, гэ так далей. Просто таму, напэлна нам ўсё ж такі варта дамовецца, што мы гаворым пра працю зэкспертамі ў мэдзійным, вымярэнні ў мэдзійных жанрах. Просто Александр, ўсё ж разны, і, мне кажўся, і мэдзійные падходы. Бывает, што дискуссія нужна вот прям січас, і бывает, што она по такой, не то, што бы очінь горячая темя, каторая можат подождать дзень, каторая можат, есле там, вот, я на Радио Свободы, и вы часто участвуете, и я часто участвуу, Ольга часто участвует в дискуссиях, там есў можнасть за дзень узнаць вопросы, так, так, не в общих форматах. Ну, і, наверное, передаді микрофон Алексею. Какоў впечатлениў о том, как экспертне сообщество представлено ў беларуских медиа? Ну, добрын вечер, да, по-перше. Ну, по-другой, напоўна, складан ўжо нешто дадаць, да, тому, што шмат, што было ўжо агучна. Што б я сказаў, ну, ёк, можа быць, для такой затравкі, каб мы маглі гэта некімчэн обмярковаць, мне паддаецца, што працца журналісты, ёна часам, ну, те памылкі, які робіць журналісты, гэта тоя самая, што, наприклад, робіць і студэнты, калі ім патрэбна нешто написаць, ёны ідуць, нешто шукаўць ў інтернэці, і пішыць тое, што знайшлі, не до конца разумеючы, ну, ёны знайшлі тэкстам, гэта можа быць, Википедія, сайт для, там, прадажы з пасыла, кальбо, гэта можа быць складаны навуковы артыкулы, і аны просто нешто знайшлі, ну, таму, што написана, і выглядае, ну, чорная, белая, і выглядае так, як мае быць. Нешто падобна адбываецца, калі журналісты шукаўць експертаў. Ну, каго знаходзіць, таму, што час, таму, што онлайн, таму, што трэба, як мага худшы, гэта зробіць, калі ёсць чалавеку, якога ёсць, там, ну, некія, там, заслугі, там, бэграунд, публікацца, ці нешто іншы, выдатна, і он будзе адразу експертам, і часам журналісты самі вызначаюць експертам чаго. Людзім, ну, складана адмовіцца, нехта адмовляецца, нехта не. Часам ў гэтым, ну, якбы, ў такой супрацца журналістамі, ёсць зыраюць вельмі цікавыя рэчы, да, калі, напрыклад, ра ней, для таго, каб быць експертам, вы мусілі, ну, скажам так, мець нейкую академічну афіляцію, быць будаваны, там, ў университэт, там, ці, не ведаю, академію навук, ну, вы расказываці пра нейкі... Вось. А зараз можна быць такім самым правозглашонным експертам. Мы прыходім і кажам, мой самый улюблённый прыклад, безумовна гэта медээксперты, таму што медээксперт гэта хто? Гэта уласнік медээ, гэта журналісты, гэта блогер, гэта даслідчык медээ, гэта папулярны, там, аккаунт ў соцсетках, гэта ўсё. І ён можа быць експертом, ці яна. Я, спаведна, ну, гэта размываец, ну, так званы, девальвація каштоўнасті некіх ведоў, складаных там падыходыў, гэта тое, што ўписываецў такоў гульны парадігму антиинцелектуалізма. Галі чым прастей, тым лепш. Ні патрэбна складаных таких тлумачэньо, вы вось просто скажыце, коротка і просто. А мы запишам, і далі ўже будем нешта паказываць. І гэта такаў вось праблема, якая, ну, я так разумею, што мы с гэтым, асабліва вы с гэтым, ўсе асалутыкаеце. Да, вот, кстати, эту тему хотелось бы развить, я просто и хочу спросить вас о мнении, о критериях. Кто такой легитимный эксперт? То есть понятное дело, что человек с научными публикациями, учёный, он автоматически попадает в эту базу, он автоматический эксперт. Но дальше начинаются оттенки серого. Вот где, по-вашему, проходит черта, ниже которой, простите меня за этот эпитет, но вы уже не рискнёте обратиться человеку к эксперту? Ну, я уже захапил микрофон, тому буду говорить. Ведайте, каб долго не дискутаваць, мне одно, чё я пачу визначэння, мне оно вельми спадавалося, эксперт гэта той, кого признавить экспертам. Саправды, таму што чисто формальна, ну, ступень, там, ящэня, шта гэта вельми спрэчна. И журналисты, хто пішаведую, часто человек со ступенью, он або не може двух слов звязать, або и он наговорить такого, што потым будеш чухать патыліцу і думаць, як гэта на звычайную мову уперавесті. Дарэч, вось, Алексей, з одного боку, і он правильна каже про тое, што вось журналисты хочуть чым прасті. З іншого боку, журналист не піша для экспертов, он піша для звычайной аудыторії, і натуральна, яму прасті з чалэкам, які з одного боку, компетентны, але з іншого боку, не гаворыт на птушыной мове, а умея популярна выкладаць. І гэта так сама талент. І таму, можа, чхутка популярна так, як патрэбным медеям. А гэта ўсё ж такі вельми важна, тому што даваць адзін у адзін, так, як якінебудь доктор навук, значыць, з такой трохповерховый терміналогію ўсё выкладе, потым ніхто гэта не будзе чытаць. Тому гэта так сама вялікая праблэма. Знову ж, не буду... Я спецайльна выписаў в значэні, якое я выкараставаю каголічу експертам, гэта той, хто мае працяглы абу інтэнсівны вопыт прас практуку і аддукацію ў той цей іншай вобрасты. І гэта не значыць, што абавязкова чалавек мае дэплом, ці мае навуковая працы. Ёсць на керункі дзейнасті, дзе мы все з'являемся експертамі. І, напрыклад, гэта можа тычыцца спыжыванні некіх паслугав, ці некіх іншых сферав. А ёсць сфера, дзе мы лічым сябі експертамі, дзе не з'являемся експертамі, але гатовы гаварыць, это палітыка, гэта выхаванні дзятей, футбол, можа быць, медіцына, так-так-так. Тут атрымлівыцца, што мы все гатовы прагаты пагаварыць, і мы все мае мае меркаванні на гэта конту, але не кожны меркаванні, не кожны меркаванні кожнага ровны. Ёсць людзі, які, ясць аправды, маюць, што сказаць, і гэта варта для ацэнкі, а ёсць просто меркаванні, якое небавязкова дае правильныя ацэнкі з пункту гляджыня, што карыстна, што шкодна, ў нікатрух рэчых, наприклад, медіцына, бо мы можам вельмі худка знаўсті шмат дзіўных спосыбаў варашэння праблем, які саправдныя врачы ліщы, што таким чыном не варашаюцца, але пагаварыць прагэта можна. Ні як давалося консультаваць ад новы данні, якое ё просто збірала народныя рэцэпта і друкавала. І адзіна, што ём параў, што пасля тагое, як вы пішыці пра 150 спосыбаў лікавання бледными паганками, напішыці, што бледныя паганкі ў працэпе атрутныя. Ну, ўсць, гэта таксама адна з праблемаў, але народныя рэцэпта таксама людзям падабаюцца, хаця гэта і народныя рэцэпта далёка не за ўсё, ды маюць експертнае значэння. Просто, калі паспрачацца з гэтым вызначэнням, да мне не мае вызначэння, хто такі правильныя експерт, але калі мы кажым, експерт – это той, хто працяглы час, займаецца, мае досвід, і інтенсивны. Вельмі просто такі контраргумент, хэта тое, што калі мы спрабуемся зазуметь праблемы, звязаны са зловжыванням алкоголя, ну, ў іх ёсь працяглы досвід інтенсивнага спажывання, гэта не лекары, не хіміки, не биолы. А не заінцересованная ліцца, к ним ўже сложно. У якасті, да, але гэта... Это как активісту абращацца ва поваду его активнасті. Тут мусіць быць ясше, вось гэта частка знешнага прызнання, што іншы людзі таксама мусіць некім чынам сказаць, што гэта експерт. Але ў нейкай ступені, калі ўже браць такой аналогія, хаця, канешня, кожная аналогія кульгая, гэта чылавек таксама будзе экспертом ў тым, што дбываецца з гім. Іншыя пытання, што ён не заўсёды можа это навуковым чынам апісаць. Таму ёсць сітуація, калі журналіста ўсё ж такі цікавецца ў людзі, для яких той, што дбываецца мяня ях жыцць, што ж яны прагэта меркуюць, хаця яны не абавязкова ведаюць, што пасаправданаму дбываецца, і, як кажуць, святкі завсёды могуць блытацца і хлусіць, бо яны могуць не бачыць всю картіну. Это нормальная рэч. Але нам таксама цікава меркавання гэтых людзей. Іншыя пытані, што журналіст мусіць неяким чынам шукаць баланс, шукаць розныя меркаванні, ну і ні ваднаго експерта ў пірацца. Єзь волас зала і што таксама? Ну, я не знаю, мне кажацца, што все-таки эксперты, наверное, связаны с исследованиями, причем они могут быть там как бы разными, да, исследования, но за экспертами, наверное, стоят исследовательские институты или там причастность к университетам. Мне кажется, что в разных еще странах они по-разному эти эксперты функционируют в рамках медиа. Ну вот мы возьмем какой-нибудь New York Times. Я мало там читаю экспертов, но я вижу всегда, как выбирают журналисты, эксперты через ссылку то есть это всегда веер отсылок, я всегда вижу институты, на которые они ссылаются, профессоров. Если я открываю немецкие медиа, например, там эксперты гораздо больше сами говорят, ну потому что это другая интеллектуальная культура, да. Ну и мне кажется, что вот мы говорим, кто определяет, журналисты тоже определяют, и на них лежит ответственность, потому что они обосновывают выбор, да, тех или иных экспертов. то мне кажется, что это, ну если, вот мне кажется, просто научная культура сама предполагает уже этот элемент, что ты будешь не обслуживать медиа, мы из этого исходим, а будешь представлять свою точку зрения, которая связана с твоими исследованиями, с твоей там позицией как эксперта. Если мы исходим из того, что этика вот тут, в рамках институций, тогда оплата эксперту это, он не обслуживает медиа, да, он работает, и он тогда, мне кажется, это нормально. Я такую жартованную дадам ремарку, как бы еще гроши были. А это красиво уходит ответа, Александр, а теперь на вопрос, этично ли платить эксперту. Я не бачу тут парушения у этаке, але гэта жарту, яким только частка жарту, так бы мою, потому что саправды белорусские меды, асаблева меды, недержавные, они еще и бедные, тому практичной плащыни для многих навыть не стоит такое пытание, не мачим платить эксперту. А вот в практице «Дойчевеледзе» працую, там отрымливается, что есть, клея беру немецких экспертов, то завсюду редакторы, которые працуют с моим текстом, паглядеть, к этому эксперту треба платить гонорар за комментарий, не треба платить гонорар. Бо ты, что працуют в громадских фондах, то, бак ты, что маюц, так бы мать, бюджетное финансование, яны выступают в удательной ситуации бесплатно. Зависит и от эксперта, и от самого комментария, да, получает? И, Алексей? Я, письки, могу таки за экспертом, напевно, сказать, но никто же не будет супрыть, так вот, как бы эта додатковая праца оплачивалась. У нас есть вопрос у Галины Малишевской, которая, кстати, тоже эксперт, вопрос или реплика? Очень короткая реплика по поводу методологического аспекта, экспертиза, да, что такое экспертиза для медиа. Первое, есть три уровня экспертизы. Первое, это новостной, скажем так, то, что трогает сердце, да, зачем обращаются медиа резко в течение часа-трех, и нужно верифицировать тему и подтвердить ее уровнем эксперта. И в этом случае речь идет об экспертах, которые могут быть просто медийными лицами, инфлюенсерами, журналистами в прошлом и так далее, и так далее, не политологами. Это просто верификация. Она происходит здесь и сейчас. Второй уровень экспертизы, это уже аналитическая экспертиза, когда эксперт способен выдавать, действительно, вот тот контент, который попадает под определение экспертного контента, он способен это делать в течение суток, когда эта тема требует интеллектуального осмысления и отвечает на запрос более продвинутой публики. Третий уровень экспертизы, это то, что касается уже, ну, скажем так, не мозгов, первое сердце, второе мозги, третье действие, да, когда уже есть долгосрочная, глубокая аналитическая работа, есть практический опыт, в который погружен сам эксперт и может доказать это своими деньгами. То есть, условно говоря, он на чем-то заработал, он в чем-то состоялся, и в данном случае этим экспертом может быть простой человек, если его жизненный опыт подтверждает, и он может его показать. И за такими экспертами журналисты охотятся, если это простые люди, это поиск таких экспертов. Если это люди, известные, условно, условное прокопение, привет, Чалому, то тогда, конечно, им никто не платит, за ними гоняются. Третий формат эксперта, конечно, ему нужно платить, ему всегда платят. Такому эксперту будут платить, потому что он может написать сам, он может поговорить с журналистом, но это оригинальный и крайне востребованный контент, на котором делается потом имидж, медиа. Ну, и в данном случае, в том числе вот к такому третьему уровню у нас тут Чал относится, сидит, скромно комментирует. Ну, то есть это человек, который этим, по сути дела, отчасти, не весь доход, но отчасти и зарабатывает. И на сегодняшний день такого рода эксперты медийно дрейфуют в сторону журнализма, потому что они начинают на совершенно разных площадках, в том числе и на своих, публично выходить в сферу и свою экспертизу предлагать. А дальше уже потом, кто и на каких условиях к ним обращается, это уже, ну, как бы следующий этап. Ну, вот, собственно говоря, все. То есть для меня экспертиза — это три уровня. Первое — это эмоция, второе — это как бы разум, рацию, третье — это действия, которые можно повторить, это лайфхаки, которые повторяются и приводят к практической пользе для читателя, для аудитории. Спасибо. Спасибо, Калина. Мы тогда сейчас на секундочку сделаем такой от дискуссии плавный поворот в сторону, которую уже затронула Ольга. Вопрос гендерный, вопрос того, как у нас с представленностью женщин-экспертов в разных областях. У нас есть, я так понимаю, видео послание из... Мы попросили Анну Соусе, она обзреватель белорусской службы радио «Свобода» и ведет передачу «Тольки Жаншины». Анна записала для нас короткое видео на эту тему. Мы сейчас, я надеюсь, что его сможем услышать. Добрый день. Витаю с Праги, у дельника у дискуссии. В своем коротком выступе я бы хотела звернуть увагу на гендерный баланс экспертизы у белорусской медиапрасту. Найперш хочу сгадать заважный леташний проект на телеканале «Белсад». Он был присвечен белорусско-россейским относинам. Одним из ведущих был запрошен из Украины российский Аугин Киселев. Другой ведущей была белорусская Светлана Калинкина. У первого выпуска все запрошенные эксперты из Литвы, Грузии, Польши, России и Украины были мужчинами. Пасла изъявилась крытыка в социальных сетках с этой нагоды и уже на наступную передачу запросили экспертку из Украины. Но сама это довольно типовая ситуация, особенно, когда сказать про политическую аналитику в Беларуси, ну и когда сказать про экономичный анализ. Тут выразно переважают мужчины. Жанчинам больше пропонуют коментовать социальную, культурную, ну, карате, небы, больше легкую тематику. Хотя за пошли 10-20 годов изъявился достатково шмат жанчин-экспертов, які отримали адукацию до свят працы на Заходе, ну, як, например, у зельницы нашей сегодняшней дискуссии филюозов Вольга Шпарага. Хочу таксама згадать американскую инициативу для публичных мероприемствов, такий умовный слоган я намая «No women, no panel». Гэта значы, што калі нема в дискуссии жанчины, то дискуссия навад не мусець адбыцца. Но это ж тышыцца, што конференции и навад журналістских мероприемствов. Йося ще одна цікава инициатива а выдання «Фанэйшл Таймс», якое распрацавала систему, якая автоматична папереджувае журналістаў, калі ў іх артыкулах вельмі шмат цэтатаў мусчын. Гэта робяцца дзеля таго, каб аутары шукалі і дадавалі ў матыр'ялы болі жаночых галасоў. Ну і гэта не квота, я адразу скажу, а гэта клопыт пра аудиторію на сам рэч, бо аналіс аудиторію паказаў, што жанчыны складаюць всяго 20% ад аудиторію гэтага выдання. І даследуані паказалі, што артыкулы ў іх з'являюцца непрывабнымі для жанчын, просто іх адштурховуюць. І тады на працягу некалькіх місяццаў была зробленная праца на так званай фэмінізація контэнту. І гэтай праца дала вынікі, павялічылася колькась і аутараў, і жаночыя аудиторію, прышым вельмі заангажываны аудиторію. А перад експэрыментам у Financial Times каля 21% на експэртных ацэнак былі жаночыя. Пасля гэтага гэтай лічба павялічылася да 30%. Тепер може і болі. Калі мы кажым пра колы експэрта ў беларускіх незалежных смі, то яно ў прынцапі даволі вузкая і незалежна ад яндару. У розных незалежных смі выступаюць адны і тэй ж експэрты. Вельмі частаг гэтай мушчыны, які з'являюцца експэртамі па широкім колі пытанняў. Добра дукованны жанчыны, які займаюцца пэвными даслэдванніми, выкладаюць, часто адказываюць журналістам. Я не зусім експэртка ў гэтым пытанні, табу і не буду каментаваць. У мужчин найчастей такіх баргэров няма, яны больше пэвніны ў сабі і гэта дазволяй им выказывацца практична на любые темы. Максима, треба ў пэвной ступіні пэрэняті жанчынам, будь часам прас такі перфэксэнізм яны зменшаюць свою експэртнуу прэсутність. Што я могу параў журналістам, які шукаючы експэртам, наприклад, ў экономіцець ў вайсковай справі, аутаматычны яхрукацца агніца, скажым, набрать Ярослава Романчукаць і Александра Олесіна. Не спішаеціся. Гэта компетэнтны експэрты, але ёсць і іншэ. Таму регулярна обновляйця свою базу експэртав і звертайць увагу на гэндерны балянс. Дзякуе за увагу, запрашаю до дискусіі. Ну, я тут выступлю експэртам, експэрт гэта той, хто трохі болі веде за іншых. Я нас гадывала пра перадачы, які здымаляся для Білсата. Я таксама был адным з запрошаных і гэта недакладна було сказано, што крытыка пауздзейнічала і потім ў другої перадачы з'явілася жанчына, тому, што яны ўсі гэтае перадачы здымаліся конвейером адна за другой і ўсіх експэртав адначасова запрашалі. Таму там нічого паміняць ўже не маглі. Это вось мой експэртный каментар па гэтым пытанні. Жарт жартам, а бачыцца... Але я там хоча і свеччані, чым експэртызам. Так, ну, я ж жартам трошкі гэта кажу. Пасуднасті так, гендарнаа пытанні ў Беларусі павышэння там ролі жанчын і гэта гдалей. Таму што штучна ўскладаць вось гэта намеды і робітнікі баланс, гэта я меркуй некарэктно. Вось тут згадываўся Олесін, ну, саправды, гэта амаль што? Адзіны вайсковы експэрты ў Беларусі. Я не ведаю просто експэрты ў жанчыны, які маглі так компітэнтна, там, вот, сьогодні ў Барановичы прилетелі я б ўсё адно да ёх звертався при ўсёй павазі да гендару. Ну, а калі я пішу пра некія нафтавыя тёркі із Расіі, то я ведаю, што Татьяна Манёнок наўлепі пракаментуе, і не таму, што вось я паважаю знову ж гендарнуя проблематыку. Я буду звертацца, таму што яна лепіся, чэ фішку ў гэтым пытанні. Я думаю, толькі так і мусіць працаваў журналіст. Я сутыкнувся з гэты прапорцай пра 20% ў жанчын-экспертаў напаўна гэты і вясной выпадкова трапівшы на семінар па гендару і журналістацы. І там мы гэты абмерковалі, і пасля, ну, там було паста сусветнай доследванні, ў тым ліква оно оттычыласі Беларусі, і гэты дадзіны былі па Беларусі, ў тым ліква гэты 20%. І узнікла пытанні, а ці можна знасті експертаў жанчын, ну, ўогулі сама па сабе пастановка пытанні дзівнаватая, а з другого боку, ну, паста сталі, сказали, ну, я ведаю толькі аднаго еканаміста жанчын, я ведаю болі, давайте абмеркуўым спісы, ну, і гэты дадалей. А з другого боку, ну, от возьмем, ў нас ёсць палаты праставніковы, якой, як ўжо спадракласковскі казав, 110 ёсць дэпутатов. І заусёду тратіна жанчын. Ну, блізка да гэтага завсёдай. Пры написанні справаздачаў з того, што адбываецца на сесіі палаты праставніковы, я давалі часта цытую жанчын, а не мышчын. Не таму, што яны разумнейшыя, ці неразумнейшыя. Яны давалі часта ставять вострые пытанні, ставять пытанні рубам, але гэта персона. І тут я не глядзеў, хто гэта будзе, мышчына ці жанчына, мне это было не настолькі важна, данесці думку і данесці їе з тых, хто был ўдзельнікам дэскусіі. І тут ўжо, саправды, грая ролю фактор не толькі таго, што хоча журналіст, але ішчы і тое, хто выступае, хто ёсць дзейнікам. І вось тое, што казала спадарні шпарага, то важна, каб жанчыны так сама больш ахвотна бралі на сябя гэтаю ролю. А ты гендерныя ролі, які навязаны ў нас ў грамадстві, они всё ж такі давалі першкаджаю дженшинам і терабіць, мені так подається. Ну, тут ещё, конечно, є проблема, що за счёт того, що є ця інерція, там, мій інспертів більше приглашають, і вони більше приходять в голову, коли ми думаємо о дискуссіях. І, ну, вот я там, наприклад, якщо выйти за пределы журналистики, просто о дискуссіях говорити, я там много в області современному іскусстві, он достаточно много работав, і вот ми как-то стали ставити задачу думати, спомінати жіншин. І действительно, в сфері современному іскусству ми видим більше жіншин, вони активізувалися, їм помогає приглашення. Тобто жіншин-эксперток, мені кажучи, іноді треба мотивувати це, як я сказала, теж може бути допомінняна робота, але якщо ми полагаємо, що це важливо для нас, чому її не зробити. І у мене навіть є ця інерція, коли думаю, нам треба когось пригласити, дійсно, приходить в голову мужчин, ну, тому що вони видні, тому що ця інерція працює, треба просто вспомнить, що як-то важливо, щоб були не тільки мужчин-эксперток, художників, кого ми там ще видим, і німножко напрячшся, і ми знайдемо цих експерток. Тут ще, по-моєму, є маленька тема, і простите, на секунду, чого вискочу зі своєю амплуа модератора. Вспомню свої були времена, коли мені теж було було вибирати експерток под коментарий, і дійсно багатое завістить від теми. Сейчас, якщо мені потрібно було було б получить коментарий соціолога, то мені прям складно вспомнить стільки ж мужчин, скільки є жінчин-соціологів. Тому що, ну, мусьчини, вот там є Николюк, є в Америкі Манаев, до Вардамаского не дозвониться, і все. А жінчин я можу назвати сразу, які будуть відповідати. По економіки я б сказав, що в моєм там виртуальному списку контактів 50-50. По політики доминируючі мужчини, і тут, возможно, є какая-то вина стереотипів соціальних, але в то же время є очевидна разниця в інтересах, тому що тот же Нехта, який зараз выпустив свій фільм, показав статистику в інтерв'ю Радио Свобода, по-моєму, більше 80% просмотров в своєм телеграм-каналі на більшій маленькій, конечно, виборці я делал теж опрос, теж політична тематика, примерно такий же процент, 75-80% мужчин. Т.е. так случилось, що у нас в обществі політика все ще считається в меншій степені женським делом, і жінчіны, паучаються, менші підписуються, смотрить контент, і, соответственно, этот пул генерируєт менші заметних експертів. Незгодне, просто, калі глядзець з большага перейда часу, то я памятаю, якімі зорками у нас былі Светлана Наумова і Ірина Бугрова, просто у рознай перейды рознай людзі себе заявляюць, я не займаюць такі небасхілы, ми на їх звертаєм увагу. Ну, зараз гэтай людзі адышлі... Не, сейчас тож єсть очень замечательная жэнчина-політологія. Я просто до того, што тады яны успрымаліся, як вот у першу чергу пришло бы, можа быць, ў главу пазваніць да їх, узяць коментар. Я не кажу, што яны были адзіны, но просто ў кожны час є стыя, хто працягвае нашу увагу. І тады нам здаецца, што альтернативы нема. Ну, гэта нормально. Я зачаплюся за ту ремарку Артёма, што вось саційолах не калюк там. Я просто конкретна ориентировку даю, і он ўжу прасіў, я недаўна браў... Ян хіміку вагу. Это да пытання, хто ў нас эксперт. Але, я днями, менавіта тут, даречу, ў прэс-клубі браў яго малінкі коментар для нека, своя артыкула, і мне сказав, «Ты толькі не піші, што я саційолах». А я кажу, я, «Ну, піші, палітолог». Смех смехам. Тут, бачите, в адной рэпліцу, ўся аддеўстраваў, блеск не считан беларуского експертного сообщества, так бы мавіць. Але гэта смех сквозь слёзы, тому што вы ведаеце, што апошній бастыён незалежной соціологіў Украіні, НСПД, был разгромлены ў 2016 годзі. Я думаю, што гэта адбылося пасля выбара ў 15-та года, калі яны зафіксавалі разрыву приблизна 25% паміш тымі лічбамі, які пані Ярмошына артыкулявала. І тымі, хто адказуваў на апытання, ці, саправду, он галасываў за дзейнаа президента. Гэта, я думаю, не даравалі і разгромілі. І гады два-тры яшчы, не калюкі, он трымаўся на гэтых старых апытаннях, але сьогодні ўжо там взгадуваць апытані 15-та, ці пачатку 16-та года, это ўжо не вельмі актуальна. І бачыцца, чалавек мусіць ўжо прызнаць, што ёнэк соційолаг вось просто сьогодні не актуальны. Нажаль, гэта вось падтвярджае маю тэзу, галі разгортуваць ішы гэту тэму, каго узяць з беларускіх соційолага ў якаці незалежна експерта. Вы згадывалі Вардамацка, і он збольша ў Варшаві, і, як вы ведаеці, ён мусіў пераехаць ў Варшаву не ад добра життя, мяккакажуча, гэта звязана с падеями дзясята года, там, сплошчай, разборками... Я вам дам сразу три варианта из головы і все жінчины. І девушки молодые в том числе. Дарья Урбан із ИПМ сейчас, молодой соціолог. Ольга Шпарага стит рядом с нами. Елена Артёменко... Але ж мы ведаем, што сіоння фактична Украіне накладзі на табу на палітычныя апытання. Давайте так казаць. Просто ни у кого нет данных, да. Канечне. Залежыць ад тематки. Калі гэта палітычна і нейтральна тематка, гэта так. Але я, наприклад, пішу пра палітыку. І соціолога, які б даў мне актуальныя звязкі і пракаментаваў, што тычыцца. Хто веде сьогодні рейтинг Александра Лукашэнкі? І он каже, што ёснінкіе закрытае апытання, але они закрытае, аміна віта ад широкой публіки. Вось і все. А тымлівацца, што палітычна соціологія ў нас гэта нуль па фазі, нема пра што гварыць. Толькі парфанація агульныя словы. Ну, просто літеральна, я крышачку так сама дэкранувся з соціологі, працуюча з Манаевым, але я не соціолог. Для нас даволі важна мець не просто навэт выпадковы адно апытання. Нам трэба глядзець за дынамікой. А вот дынаміку якраз мы не бачым. Мы бачым, вось якэта правілі ЭПМ. Першы раз запыталіся, колькі беларусов будзе бараніць незалежнаць Беларусі ў выпадку агрэсіі. Аказываецца, што 2 трэціны. Я памятую дадзіны, які раней былі ў Новак, які былі НСФД, там гэта дадзіны былі не 2 трэціны, а мець за 1 трэціну. Ну, то бак і яны былі в дынаміце. І ось калі ў нас нема гэтай дынаміки, то мы сутыкаемся з тым, што і експерты, які ёс соціологами нічого сказаць не могуць. Або нема матыріяла, які можна было б каментаваць. Ну, і не експерты пачынаюць тлумачыць, інтерпэтоваць гэтай дадзіны, як яны хочуть. І мы, як журналісты, мусім або дать махчымыць гэтым людзям паділіцца сваў інтерпэтаццаў, або все ж такі експертная супольніцца, одного боку, журналістская супольніць можа займацца ацэнка гэтых выказвання з дапамога експерту. Ті самі експерты можуть казаць, жто это і лженавука так нелега казаць, ну і гэтак далі, бараніць, все ж такі нешта некі бастыўны, некіх докладных навуковых звесток. Ті журналісты звертацца до експерту для проверки з таких вот часам, можеш бэц, алармістських, неалармістських розыз выказвання. Спасибо, що затронул этот вопрос. На самом деле, є ли сейчас вообще существует ли практика такая, потому що публична она не слишком заметна, коли експерты, вони обличають псевдоэкспертов, например. Есть ли у нас, що с цим связано, как бы, є якісь якісь проблеми, потому що у нас… Слишком быстро потом друзія закончатся. Да-да-да-да. С одной стороны, да, но просто на самом деле, є ли аудиторії не сказати, що вот этот человек, он не експерт в этой темі, он сам себя назвал, і, например, його легалізавалі то, как он сябя называєт? Я не бачу такой боротьбы за аутеритетнасть і за той, што єсть експерцізай, і што єсть, хто має статус експерта, але я могу як байку расповісться, не называючи прозвіща, особу, якую в адным коле ўспрымалі як навыковца, і журналісты думалі, што ян навыковец, а навыковцы думалі, што ян журналіст. І таму навыковцы не крюдзіли гэтага чалавіка, думалі, ну, журналіст може пумыляцца, і он піша то, што ян лічць патрэбнам, гэта мож біць публіцістыка, а журналісты думалі, што гэта навыковец, і он веде, што адбываецца з геопалітика, і так далі, і трэба працлуховувацца до яго меркавання. І як він в тітрах був, напрям, написан? Ну, журналісты писали, што ян навыковец. Сразу не фонтанирують ідеї на цю тему. Я хотіла, можливо, перекинуть мостик с гендерного баланса, который мы обсуждали, на идеологический баланс. Тоже інтересний вопрос. С вашей точки зрения, должны ли быть в адекватном медиапродукте представлены эксперты полярных или разных точек зрения? Или же журналист имеет право в некотором смысле подбирать экспертов под тот взгляд, который ему хочется выразить в материале? И как здесь избежать риска того, что человек просто использует экспертов, нанизывая их на скелет, который уже подготовлен. Материал, то, чем говорил Александр, когда чувствует, что его используют. Вот об этом хотел поговорить. Баланс. Должен ли он быть? Баланс идеологический. Да, я, может быть, начну, потому что пришла из-за кейса в историю, в которую сама попала. Это было когда-то месяц-полтора назад БелСАД меня пригласил на программу, которая была посвящена абортам. И обсуждали со мной, как будет Лободенко, ведущая этой программы, как эта программа будет выглядеть. Я говорила о том, что есть люди, которые могут выступать в защиту репродуктивных прав женщин. Мы обсуждали этих людей. Мне назвали, что сколько-то людей придет. В общем, когда я пришла на программу, оказалось, что в защиту репродуктивных прав выступала я и моя коллежанка Лена Горелышева, которая вообще экспертка в гендерных исследованиях. С той стороны было шесть экспертов или квазиэкспертов. То есть было две представительницы общественных организаций, блогер-католик, который называл себя еще врачом, два врача. И кроме того, было десять женщин, которые со слезами на глазах. Это тоже был вопрос об этике. То есть женщин просто использовали, рассказывали, как они раскаялись после того, как совершили аборт. Я посмотрела потом программу внимательно. В начале программы было сказано, что вы услышите два мнения. В результате программы я и моя коллежанка говорили десять минут, остальные сорок пять минут говорили либо эксперты с другой позиции, либо вот этот фон очень медленный, где женщины в храмах говорят о том, как они раскаялись и раскаиваются. И ведущие программы также занимало определенную позицию совершенно. И я заметила по ходу дискуссии женщины говорили разные вещи, описывали разный опыт и говорили о том, что репродуктивные права все-таки важны, даже несмотря на то, что их личный опыт там другой, потому что есть разное материальное положение, проблемы изнасилований. В общем, про это вообще ведущий в конце не сказал. Он поздравил тех женщин, которые была там из... женщина-врач, которая отказывается делать аборты в больнице. Вот он ее поздравил, что она спасла тысячи человек. И это был, конечно, такой шок, эта программа. На мой взгляд, такая программа может быть, но только не должно заявляться, что будет два мнения. Эта программа может выглядеть, что вот у нас программа, которая выступает против репродуктивных прав женщин за их ограничения. Меня должны были предупредить, я бы подумала, пойду ли я на такую программу. Ну, может быть. Мне кажется, что мы вот те... Ну, я там принадлежу к тем, кто такие социолиберальные ценности защищают, и я представляю, что может быть, я не знаю, круглый стол, где мы будем против смертной казни. И будет больше экспертов, которые будут обосновывать, и несколько голосов, которые скажут, нет, мы за смертную казнь, но тогда мы скажем, что это программа в защиту отмены смертной казни, а не программа, где будет два мнения. Баланс имитуется. Да. То есть это была такая... Вот нас просто использовали 10 минут, которые оставили. Как ты там не скажешь? Твой голос не может никакого веса иметь там. Я сидела, всю программу был какой-то хаос, записывала, в конце сделала такую речь, мне даже в зале похлопали, но потом эту мою реплику разделили, одну часть поместили в одну часть программы, в другую. То есть были... Ну, окей, это там какая-то... Тоже все это может быть, но какая-то динамика, несмотря на то, что мы говорили мало времени, нам удалось как-то влиять на эту аудиторию, но мне кажется, все равно это невозможно, когда против тебя там 15 активных человек. Лучшая антиреклама для ток-шоу. Ребенок в студии был. Как в жанрах. Да. И, конечно, это такая была манипуляция. Ребенок, который должен был стать, как бы не родиться, да, из-за аборта, и вот его привели как манипуляцию, аргумент. Да, это красивая история, конечно. Но это в том числе... Ток-шоу. Да, это ток-шоу, это очень такой редкий и особенный жанр журналистики, который многие к нему, наверное, и относятся априори как к чему-то такому на грани балансирующему журналистики и шоу. Поэтому вот если попробовать переметнуться в настоящую журналистику, насколько там с нашей всей коллективной точки зрения важно блюсти идеологический баланс? Так, я вернусь до этого пытания. Глядите, это тяжкая проблема, и она не такая однозначная, як на перший погляд сдаец. У идеале так, одно меркование полярное, это даёсь динамика, боротьба думок, и так далее, але на практице оно не отрымливается. Фактично, у наших умовах, ну, я кажу про тое, что мне ближе, и про политичную журналистику. Говорка иде про керовную линию, и яе крытычная некая асенсовання, аценку. И с гэта агледзища, пресса вось, у заходнім разуменні, гэта ланцуговый сабака демократы. Таму, наприклад, брать штучно правладнага эксперта, я уже не кажу про тое, что у нас в Украине один политик. Таму, звычайно, я пишу материал, информационная нагода, гэта каскаднійки, заяв, наприклад, официнага літера. Гэта уже ёсць артыкуляция уладной позиции, гэта пункту гледжані. І даваць яшэдного эксперта, які з нейкімі варіаціями скажы тое самое, верной дорогой там идём мы, товарищі, гэта гдалей, гэта мало чагу дадає пасутнасті. Усё ж такі, задача, аналітычна матаріалу, гэта крытычна ацаніць гэтым выпадку нейку ўладную палітыку, гэта рашэні, гэта не боязко там таптацца, вытираць ноги і крычаць двачынный рэжым. Гэта якраз кепска, гэта вось якраз псевдоэксперты іншы, і не зусім добра, звычайна, калі дзейных палітыка оппазіційных пад маркай експерту даруть, таму што ў їх ёсь набор голых лозунгов, і апріорі задача просто патаптацца мінавіта па рэжыме. А експерты, в принципі, я думаю, што калі ставять пытання там реформав, дэмакраты, спразразызрыстых выбару, незалежнасті Беларусі, ну будзе глупством, калі тема незалежнасті Беларусі, брать для палярнасті чалавек, які скажа, а на чорта тая незалежнасті. Гэта було б смешно. Я мяркую, што крытэром мусіць быць, што той ці іншы експерт узбагачае матаріял, дадає ему нейкай стереоскапічнасті, дазваляе паглядзіць на праблему ў розных ракурсах, ну і натуральна просто сяче фішку пасутнасті. Тому гэта вось палярнасті ідеологічная, яна не мусіць быць самамэтай. Галунае, гэта каб експерты працавалі на раскрыць цё темы. А тема раскрываецца так, як я бачыць аутары. В принципі, гэта не сакрет, знов жы, што аутары, я сам на трэнінгах про это говорю, і он мае ў галаві концепцію матаріалу, калі он пачынае робіць аналітичны матаріал. Інша рец, што і я з таким сутыкаюся іншым разом, я телефоную там ці мессенджеры, пытаюся нейка експерта, і он выказывае думку, яка і не супадая з маім бачыням. І вось гэта колізія, ў тым ліку, і етычная колізія для журналиста, ёсь спакуса, не як абстрігчы, падагнаць гэта експерта і увагнаць ў прокруста ўложык свайго матаріалу. Але тут не, трэбат наступаць на горла свайі песні і ўсё ж не як перакампановуваць матаріал, каб была аддустравана і гэтае пазіція, і каб акценты былі расставлены трошкі іначе. Да, ну, у мене так само две такі малінкі завагі на конт махчымасті і ідеологічнасті і всього, што с гэтым звязана. Ну, пешше, гэта даверда того, што кажуть експерта, а другое, гэта, ну, якбы, узровінь дискусійці, як мы ставімся да іх. Ну, не ведуць, чого пачаць. Давайте з другога. Пытання ў тым, што ў нас так атрымовываць, ну, ёсь пэлны праблемы, махчыма нідзі не дапарцовуваць, там, сістэма адукація, ці нешта іншы, што вельмі часты, калі мы пачынаем абмерковаць нікую праблему, ну, достаткова паглядзець на каментары там, ў інтернэці, мы вельмі хутка пераходзім на абмеркованне тых, хто гэта написал. Да, табак, мы абмерковываем не праблему, мы не жадаем разы-разы разбірацца ў праблему, мы пачынаем высветляць, хто ты, што ты, ну, все эти хейт-спічі, і, як бы, далей мы всі ведам, чым гэта скончывацца. І, як бы, і гэта праблема, і таму, як запрашаць тых тінчых экспертов, калі фактична, мы самі накидываем, так бы, мовіць на вентилятор, запрашаючы тых людзей, які будуть цягнуць за сабой пэвны шлейф, ну, як бы, мы ведаем, што я наказалі раней, і тут мы пераходзім да, як бы, другое частки, гэта пытанне да веру. Калі эксперт, чалавек, якій называець сабе экспертам, яго называюць экспертам, кожны раз, якій он робіць, там, нейку заяўуць і прамову, ну, мягка кажучы, памыляецца, але ён ўсё ровна застаецца экспертам, таму, што, ёсць такая махчымыць. Ён эксперт, ён ціана, эксперт ў памылках, альбо нам ўсё ровна, гэта эксперт памыляецца, альбо мае рацу і разважае пра некі актуальныя, ну, як бы, дакладныя рэчі. Для медыя, гэта не такі цікава, галовна, каб ён класна сказал. А тое, што гэта, ну, завтра будзе некая новая інформація, гэта будзе, ну, не тое, што памылкай, мы ж не будзем прасіць прабачэня, таму, што гэта ж не мы сказали, не мы зарабілі, так, ну, некую памылку. Ну, эксперты, гэта яго меркаванне, мы працццаўлі платформы для того, каб гэта меркаванне было пашырана, а чытачам цікава пачытаць яркі фантаніруючыя такі выказывані, да, як бы, і атрымовываецца, што замес таго, помыляешся, так бы, моэць. Я вот крышечку бы не пагадзілся с або двумі поперэтнімі араторамі. Дякую, што павліку, у нас сьогодні есць хоть дэскусія, така, не ўте пагадзаюцца адзін з адна. Глядзіцца, ёсць розны редакцыйныя палітыка, ёсць розныя меды, ёсць медыя разлічныя на масаваю аудиторыю, які будзуць віцць гутаркі прапэвныя темы і на пэвному зроўні. Не обовязково яны кепскі, яны могут быть класными, просто яны будзу тлумачыць складаная речі вельми просто, і при спрашэнні узнікая праблэма. Вот зараз я, калі пішу матеріал для дэчэвэлі, я стыкаюся з тым, што я мушу тлумачыць вот это добрые хлопцы, а это кепскі хлопцы. Бо аудиторыя знаходцца за межами країны, і треба намекацію про штою дягаварка. Разам с тамі ёсць якасныя меды, от ў Беларусі, на жаль, не склалася на рэнку такая сітуація, якаб былі саправды якасныя меды, які ўспрымаліць бі, як эталон тых меды, як апісывацца ў падручніках журналістыкі, які мусець працаваць, так каб аудиторыя магла мець інформацію і рабіць свае вэсновы і чытаць меркавання розных експерта на розныя темы. І тут атрымліваецца вось саднаго боку мы калі берем каментары ў експертаў да выказывані керувніка дзержавы, можам сатукнацца с тым, што керувнік дзержавы не експерт, і он палітык. І то, што он каже, это можа быць то, як чалавеку спрымаю ў гэтай сітуація. Гэта можа быць тоя, дзе ён просто нечым блытаецца. А можа быць, это яго палітычная аценка, у яго іст палітычны інтаресы. А разом с тым, калі мы будзем брать людзей с одного лагера, так можа трымацца, што я не будуть дзуть в одну дуду, і не за ней багаскою будуть... На красна екрані такой пример. Такая вот іссторія. Материал із СБ, да, после заметки по поводу четыре практически одинаковых, четыре политолога, либо те, кто себя так называют, то есть они высказались ну вот в одну, да. Вось. І вот калі ў нас узнікая всё ж таки ситуація, калі мы мусім браць меркавання експертаў, то ў жорсткай ситуація якаснага медыя всё ж таки мне падаецца узнікла бы необходнаць мець простоннікова рознага лагера ў описанні беларускай рыча існасті. І не заусёдых гэты експерты былі бы доступны. І тады бы всё частей бы мы писалі так, як вот да пошніях часу пішуць російськіе ведамасці, мы абрацеліся да експертизай, ждём ответа. Я вот ў свій практаце, напраклад, на Дойч Велесу декаўся с тым, што я мусіў писаць такі рэчі ў матерял, і адказ прыходзіў праз месіц. Натуральна, той чітач, каторый цікавіўся репортажем знікай падею, напэлно ніколі не доведаецца, што мы дополнили матерял про то, што вось така інституція, такі-то експерт адгукнувся. Але разом с тем, раз мы писали, што мы звернулись за спытанням, мы мусіли написать, те отказали нам. Ещё я бы хотела, наверно, обозначить такую точку, как не очень хорошая культура полемики вообще ещё в обществе развита, поэтому может быть, с этим тоже связаны сложности с тем, как между собой эксперты, в общем-то, взаимодействуют или с героями материалов, например. И что ещё хотелось сказать в дополнение к Павлюку, как, в общем-то, человек, который работал на радио, на самом деле, вот если ты работаешь на радио, человек у тебя в прямом эфире, так вот найти эксперта, который не просто эксперт, но он ещё, чтобы он ещё был говорящим экспертом, то это, да, умножить на три сложности. Большая проблема, которую как-то, по-моему, обрисовал российский политик Алексей Навальный, что те, кого вы слышите как экспертов по ваших там сайтах, телевидения, газетах, это не те, кто лучше всего разбираются в вопросе, а те, кто поднял трубку. И вот есть такая проблема искажения, что часто мы видим тех, у кого есть время разговаривать с журналистами. Хотелось бы ещё обсудить такой вопрос. Эксперты экспертами, но мы часто видим в медиа присутствие неких персон, которые, например, могут быть, могут не быть экспертами в каком-то вопросе, однако они высказывают своё мнение по поводу другого общественно важного вопроса, и таким образом формируют какое-то отношение аудитории этого медиа к этому важному вопросу. Например, о антинаркотической статье. Не случайно здесь открыта программа Маркова, где вроде бы как о своём, о женском, но про отношение к антинаркотическому закону рассуждает актриса, заместитель министра природных ресурсов, а также, как считается, известная Ксения Дегелька. Так называемая антинаркотическая статья, о которой много говорится в обществе, и здесь существует два полярных мнения. Мнение матерей, которые, по сути, отбывают срок вместе со своими детьми. Они, естественно, за смягчение тех норм законодательства, которые регулируют этот вопрос. Но есть и другое мнение, и о нём тоже не нужно забывать. Это мнение матерей, которые потеряли своих детей из-за наркотиков, или почти их потеряли, то есть дети стали зависимыми. Их боль не видна, но она есть. Вот ваша позиция, насколько жёсткой должна быть политика в этом направлении, политика государства? нужно, нужно, принимая ответственное решение по выбору пути, которым должно пойти государство, размышлять не как мать. Здесь нужно выбрать очень такой холодный, сухой расчёт. И путь решения вот этой такой сложнейшей социальной проблемы, он должен всё-таки лежать в плоскости, не навреди. Я могу понять, как будущая мама и матерей тех людей, которые попали за распространение, но при этом могу сказать, что если мы не будем с этим бороться, то тогда у нас будет ситуация намного хуже. Я думаю, что тут понятно, о чём фабула идёт. Каким образом аудитория воспринимает персон, которых они видят в новостях, например, я сейчас про заместителя министра природных ресурсов говорю, то есть это некоторое авторитетное мнение, которого они уже видели, но человек высказывается на другую тему. Как их расценивать? Эксперты ли они, не эксперты ли они? Это просто их мнение, но они влияют на что-то, не влияют. Я прошу высказаться, что вы думаете? Я бы сказал, что это выглядит не как выступы экспертов, а как выступы лидеров громадской думки, типа русские называют ломами. Это терминологичное выказывание. И тут может быть медийная персона, но тут возникает ситуация, что мы не чекаем от экспертызы, но мы работаем с информацией, мы журналисты. А аудитория може по-разному это успремать, бо калі чалавек присутніши у меды, калі чалавек присутніши на экране, то он може успрематься як эксперт, и меркование поставлено на пэвный узровень, и до этого меркование треба прислуховаться. Это як ранее за советским часом казали, но это ж было написано в газете. Сказали по телевизору. Ещё можна додать в парцях классичной ситуации, калі так званые ведомые персоны, селебреці смогут выказываться про всё, что заугодно. Про гэта на английском мове написано вязарное колька из текста и доследованию. Чому люди, які спевают и танчать, могут коментовать плавание, политику, экономику, всё, что заугодно? Потому что их усе ведают. И это вырастает с того, что их думки, их меркование, потому что гэтых людей мы бачим частей, частку наших свояков. Так склалась, такие громадцы мы живем, и их меркование для нас нам цикава задать бы им такое питание, чому мы подписываемся сочим за некоторыми ведомыми людьми у социальных сетках. Нам не потребна экспертиза, мы не шукаем адых экспертиз, мы просто жадаем доведаться, а что на гэтый конт, думая, ну, як бы сказали в 17-м мнениях весны, а что скажет Кальтен Брунер? Нам просто цикава, вы что классно сказал, да? Мне еще приходит в голову, но вот это же не селебрити, вот государство их сначала назначило на должности, потом через телевидение поддерживает, это такой замкнутый круг поддержания дискурса, вот правильного мнения и суждения ситуации, да, вот, то есть и псевдопубличности, и псевдополитики, да, но вопрос, что делать? Что там пишут в книжках, С другой стороны, все селебрити мира, селебрити только благодаря медиа, через которыми они стали селебрити? Ну просто разные каналы, у нас так как государственное телевидение, то чаще они вот создают. Я бы сказал, что у медиа есть функция когости наделять довером, певным особам, медийным особам давать больше довер, и тут возникает ситуация, кто контролирует медиа, и вот не факт, что больше вольным выбором при иншей редакциной политации гэтых людзей бы запрашали выказываться на эту тему, и может быть запрашали гэтых и инших людей, а может быть зусим инших людей запрашали бы. И тут важно, калі мы ведаем, что гэтые люди не обовязково юст экспертами, у таким пытанне, мы можем на гэта адгукацца, а можем не адгукацца. И вот мы вертаемся до пытанне того, что у медписьменность над гэтым треба камусти працаваць. И з другого боку эксперты мусить абу не мусить баранить свое меркавання ад того, что не связано с экспертизой. Бо калі браць пытанне, наприклад, сморотное покарання, то ў нас ёсць без конца перемовы с Радой Европы, іншыми международными институциями, и кожный раз мы пачинаем их спачатку, оказывается, мы не ведаем, что у нас есть решение Конституционного суда, что и як може выращаться с сморотным покаранням. Мы не ведаем того, что написано в подручніках по криминалістыце, что сморотные покарання ніяк не связаны с попередженем тяжких злочинствов, хотя гэтые подручніки часом пишут те люди, які присутнічут на перемовах. Яны знайць іншую политичну позицію. Это так само є. І тут доволі складано шукать нема однозначного просто гарашэня, але ад нас ў нейка ступеня залежить грамадская думка па гэтых пытань. Тут ещё в западных СМИ часто есть такая дилемма о том, по какому-то вопросу уже достигнут консенсус или всё ещё нет. К примеру, изменение климата. Должны ли мы всегда давать равную платформу тому, кто отрицает этот феномен? Я знаю, что многие западные СМИ борются морально с этим моментом. Это научный консенсус. Мы должны это представлять как истину или раз у нас половина населения США в это не верит, к примеру, мы должны ровно такую же пропорцию или по Брекситу, по его эффектам. То же самое. Я прошу прощения. По климату возникает ещё такая позиция, что у республиканской партии записано в программе, что этой проблемы нема. А у демократов на дворот. То же самое было по теме Брексита в случае Британии. Они часто, журналисты, жаловали, что они не могли найти экспертов, которые были бы достаточно квалифицированы по стандартам BBC, которые бы доказывали, что Брексит полезен. Но из-за того, что была кампания референдума, они были по закону обязаны, давать 50-50. И у журналистов начинала возникать проблема даже в словах. Они, например, очень многим практикуют BBC до сих пор за то, что часто журналисты используют в своих подводках фразу «деспайт Брексит». Как будто Брексит — это проблема. То есть вопреки Брекситу. То есть даже в таких вещах журналисты задумывают о том, как оформить, как не допустить перекосы. И вот в этом смысле мне интересна и белорусская ситуация, потому что у нас не по всем вопросам есть консенсус. Должны ли мы какую-то там провластную точку зрения, к примеру, автоматом записывать в пропаганду? Где происходит эта грань, после которой это мнение перестает быть валидным экспертным? И как каждый из вас его для себя проводит? По вопросу смертной казни, наверное, не такой вопрос, по абортам. Опять-таки, где наступает момент экспертизы? является ли условный священник каким-то образом экспертом или нет? Он, безусловно, заинтересованная сторона, и почти любая дискуссия будет включать себя представителя про лайф церковных кругов, а с другой стороны эксперт ли? И вот здесь этот баланс, мне кажется, никаких... У вас есть какие-то ответы на этот вопрос? Потому что у меня в голове их нет. Как его выдерживать? Меня нема готовых отказывали, я пару ремарок хочу зрабить. Вольга слушна прикметила, что, например, в этой передаче у НТ, на державных телеканалах штучно формуют обойму, не быть лидеров громадской думки. Я с этим сам сутыкауся, потому что ранее иншим разом меня запрашали у ГТ ток-шоу, особливо после Крыма, когда требовало заступившись за украинцев, не только русский мир, а ле зинша лагеря. Але гэта опынаеся один супер-цепяти, наприклад. И бачно, что это штучно подобранные люди, некий депутат, який не может двух слов... Всегда один депутат должен быть там сюда... Некий спортовец самовпевненный, який ни вуха ни рыла, але на все темы готовы говорить... У меня включили на эфире космонавты из России. Так, так. И вось ты апынаеся один там супер-цепяти, дярэш глотку, раз-другий сходиш, а потым плюеш, и думаешь, ну што головой об стенку биться. Таму, гэта вось в державных медах, у них своя обойма, и своя звыш задача, гэта опа затаптать, и показать, что он дурный, неслушный, некий, а рэч и гарзия. И, адповедна, калі тыя выгінаюць ситуацію у адзін бок, то недержавные меды вольнаці, межволі, яны выгінаюць у іншы бок, таму што треба показать іншы аспект проблемы, и они тады уже перагінаюць кий, часто уже там на дворот фігуруют толькі крытыки режиму, у яких не столькі можа рациональны аргументы, колькі гавораць эмоции, адмолныя, негативныя эмоции ў дачыненні да гэта режиму, і тут вельмі важная так самая тычная пытання, яко я узнял Артём, тут саправды мусіць быць ўсё ж такі ўнутранная некая пачутцё здарова асэнсу, не мусіць быць ў журналиста звыж задачывось, просто так, па велікім рахунку, калі ты працюеш ў незалежной журналистыццы, то гэта сістэма табе падабаецца, ёсць такое затискаюць, калі не даюць працаваць, калі іншым разам і дружком могуць атрымаць, і могуць пиратрусу рэдакцыі зарабіць, і справа белта і гэтак далей, то падставлю біць гэтую ладу нема. Але з інша абоку ёсць некія рэчы, ну не ўсё ж абсалютна толькі кепска, і ў їх разумяння, яны ўсць дзеля карысті народу робець, і ёсць некія рэчы саправды стануўчыя. І, наприклад, ёсць ў вогулі такі неадназначныя пытанні, калі вось прасеку Європу Лукашэнка, Макей яму дапамог ў значны ступені. Ну саправды, был апошній дыктатор Європы, была ўся керовная верхушка пад санкціями, а так, злёта ў Аустрію, ў вогулі ў яго там ляжыць ўже некалькі запрашэнняў, блокада гэта прарваная. Гэта добраць і кепска. Згледзіща опазіцій кепска, таму, што яны тепер не патрэбныя, им заход недапамагае, заход здрадзіў з гэта пункту гледжыня. Калі ты пішыш, ті эксперт ў твоім матаріалі кажы, што ў принципі гэта добраць, што это працівага росейскаму тиску, і што чым болі Європы ў Беларусі, нават при гэтым рэжымі, і хай сабі Європы развівае дачынені, ўсё ж такі гэта некий контрбаланс, так бы мовіць, то ты можыш, гэта таксамы ось важная пытання, не буду займаць шмат увагі, але я б хацю за вас крыць увагу, што і журналіста, і эксперт трапляєшы, мы, кажым, прациск рэжыму, ёсё шы тиск умовно-апазіційный супольнасці. Ты, я хто ў Фейсбуку, вось, што небыць такое скажы, гэта добра, што Макей зрабіў прарыў ёвропу, задяўбуць цябе, скажыць, ты здраднік, ты рэнегаты, гэта тактарі. І гэта вялікае пытання, як я разумею, вось, і журналіст, і эксперт, які фігуруе в яго матаріалі яны, часам ў гэтаі пасцы, каб не падумалі, што ты здрадзіў демократычным ідеалам і пачаў падпіваць режиму. Гэта таксамы вялікае пытання. Я вось хацюл бы неабавязково баланс експертаў. Бо па нікаторых пытаннях експерт може казаць банальнае рэчі, і яны не будуть такімі цікавамі. Мы можам даць шмат розных меркаванняў абсолютно па любоў тематаце, бо людзі маўць права выказываць свае меркаванні, і яно цікавае. Мы мусім ведаць, якая палитра меркаванні ўсну є ў грамацтві. А левыць експерт може казаць, што восьмым сітуацю с тем же самым Брэксітом, ці штосі падобны, і можа казаць, я не прымаю палитычныя рэшэння, але я могу сказаць, ось такі варіантка, што естолькіта, такі варіантка, што естолькіта. Я зараз спращаю, але сама па сабе, експерты даволі часто не даюць аценку як такавую, яны просто кажуць, я бачу тут такую праяву, я бачу такую праяву. І гэта даволі распасюджанная рэч. Болі зато, часам експерты трапляюць ў лавушку, калі ў журналіста ўже ёсць схема, як він хацяў бы падаць матеріял, а експерт сказаць, с одного боку так, с другу боку так, а журналіст можна взаць срокі с одного боку, і тады ўже мы бачам манипуляцію. Такое практичаскі уже завершэнє, у мене такое впечатленье. Я прашу іще высказацца наших експертов, і, наверно, мы примем, еслі ест ў нас вапросы із зала. Давайте, я думаю. Ну, калі дадаць нешта, то гэта пра консэнсус, мне падацца, што асобная праблема, ну, мы так яго хуценька закранулі, што консэнсус ёсць ёсць і нема, сама ідея пошаку консэнсуса, як бы праць коммунікаціўныя дзеяні, з гэтым ёсць великая праблема, дзе мы можам абмерковаць. Ну, ты бог, калі журналісты прыходят на некі, там, не веду, конферэнцы, дискусії, дзе нешта абмерковацца, але гэтага ўсць уроўна мала, як бы ёсць за одного боку ёсць великая праблема за адсутнастю здольнасті, навыкаў вести, не толькі акадымічны, просто дискусій, з іншага боку ёсць праблема з тым, што, ну, нас нема консэнсуса, ну, мы нават не ведуем, ну, ўся доўга думаў зараз, но я такі не здолю придумаць, па якім пытанням беларускім грамасццам можам дакладна сказаць, што ўнас ёсць консэнсус. Там завсёды будзе, ну, не ўсць так адназначна, ну, вы ж самі ўсё разумееце, і ўснікаеш маў пэтанню, што, так, вось консэнсусы, пэтання ў кісторы, ну, там, больш пэтання, чым консэнсусы, як бы, сёмая лістапада выдаць на прыклад, як бы, і всё, што с гэтым звязана. Тому, для таго, каб, ну, вось, рухацца неяк далей, звертаць там да да веру, ну, трэба неяк разруліць гэтэ пэтання с консэнсусом, якого не падэцца, што нема. Можа быць, я памыляюся. А можа быць, не по всіх пэтаннях мусіць быць консэнсус? Ну, просто мусіць быць махчымасць, аб яго шукаць, ў гэтым пэтанням. Я хацела только очень короткая вот ту репліку, всё думала, што сказать, но вот вслед тому, што сказал Алексей, я падумала, ну, к счастью или к несчастью, может быть, мы не единственные, у кого сейчас в обществе нет консенсуса, сейчас просто по всему земному шару к несчастью, конечно, поляризованное общество, и просто все движутся в каких-то направлениях, разные люди и группы, вот. И мне в голову приходит, что, возможно, нам надо думать, что в ситуации, ну, у нас, конечно, своя специфическая ситуация без консенсуса, да, но вот какие форматы журналистики способствуют тому, чтобы работать в этой ситуации недостатка консенсусов по самым разным вопросам. Может быть, вот тут нужно думать, да, вот лучше делать дискуссии, где мы будем представлять, ну, конечно, мы это открыто говорим, но мы вот против смертной казни, и мы там не обсуждаем за и против, а мы просто разъясняем. Или лучше в ситуации отсутствия консенсуса нам больше мнений представить по этому вопросу, или сочетать разные форматы, ну, то есть, вот я бы сказала, что, исходя из того, что у нас такая обостренная проблема с консенсусами, исходя из этого, думать о форматах журналистики. Еще есть вечная проблема журналистов, что дискуссии экспертов будут читать эксперты и их родственники. Ну, тогда журналистам нужно цитировать экспертов и самим делать эту большую работу, как делает мой любимый New York Times. Я некальки слов скажу про тое, что мне, здаяцца, засталося у тени. Мы шмат казали про претензии до экспертов, до улады и так далее, але я хочу про претензии до журналистов. Я уже казал про тое, что мне доводится у двух шкурах быть, и я сам пишу, и я сам іншым разом апынаюся у роли эксперта, и я бачу, як часам не ахайна, не професійна. Мы казали, что мало экспертовали. Треба уметься с тыми працаваць, яке и есть. Потому что, вось реальная ситуация, я, здаяцца, летась на сайте Баш написал артыкул под заголовком «Дайте эксперту надеть штаны». Реальная ситуация. Вось стоишь под душам, там, на палитце телефон, ты мокры хапаешь его, и у тебя там патрабуюць концептуально выкласться, значит, основные керунки взаимодачинения у Беларуси и России в гэтый момент абсолютно не парламентская лексика просится на вузны. Потому что человек навод не пытается на кольки зручно тебе, ти готовы, ти може там празддець хвилин потелефоновать и гэтак далей. Гэта один момент. Потым дают твое меркованне, и ты бачишь, что там вот перекрутили, нечто обрезали, нечто недачули. И настолько искажено, а разом с тым, ну, журналисты небыта свой цех лаяцца, высветлять, тем более патрабовать, как там обвержение давали, не ёмка. И ты неким недарэкам, невукам або дурням выступаешь межволі. Хоть ты казаў иначе, там, ты каўш, аутаритарный режим, напишуць, татаритарный режим. И потым скажуць, что Класковский не разумея розницы. Потым, конечно, можно потелефоновать, поправить, але всё это кепска и пакидая бридкий осадок, и махчыма частка экспертов таму не хоча мець справу с медеями, что их перекручуець, працуюць ими непрофессийно. Таму особная, вялікая пытання, гэта вучыць, і такія трэнинги ладзецы, і добра, што такія вось дискуссія ў прэсклубі, і баш па сваёй лініі гэта вядзе, трэба болі, таму што працца з экспертами, я не буду тут паглыбляцца і чытаць лекцию, але гэта так сама мастацтва, гэта так сама тое, чаму абавязкова трэба вучыць. Литеральна, два слова. Вось, Падар Класковский прагадаў сітуацію, калі експерта ловець, і мгненность експертызы стала даступна тады, калі ў нас распаўсюджылісь мабільныя тэлефоны. Дагэтага експерт хацябы мог падыходзіць, не падыходзіць до тэлефона, зараз яго ловець паўсюль. Ну а што замінае, не браць слухавку? Ёсць смелые людзі, які не здымаюць слухавку, але журналісты могут дазванівацца до менш смелых людзі і браць ў их коментары, вот заправды ў розных сітуаціях. Але я не пра тое, што експерту не толькі просто незручно даваць коментар, бывая, і мгненность експертызы узнікая новая праблема. Перед чалавекам поставили праблему, про яку ён Махчыма николі не думал. І думаць не избираўся. Але ён не обавязково адмовецца ёе прокаментаваць, і потім і мгненно експертыза чалавека, які названы експертам, будзе растражавана, як нешто варте уваги. І такі випадки натуральна ёст. Большое спасибо, що пришли. Я обращу ваше внимание на сайт пресс-клуба. На следующій неделе у нас несколько очень интересных событий. 20-го буде лекція «Человека із Дэйли Детройт». Це городський подкаст. Очень успешний. Придут, розкажут, як його зробити. І вже після 40 років начали таку карьеру подкастерів люди. Свен Густавсон. І на следующий день він проведе мастер-класс уроки подкастинга. Этот мастер-класс только по регистраціям. Можно ще, наверное, успеть. 21-го тоже в четверг, но с утра будет медиазавтрак с гостем из госдепартамента США. Тут закрыта регистрация. Вы можете подать ваши заявки. Организаторы будут отбирать участников для этого завтрака. Ну и 22-го я с удовольствием вас всех приглашаю на встречу с интересным, очень международным проектом «Статус». Они изучали... Это белорусско-шведский проект. Они изучали о том, кто такие вообще художники сегодня. Какой социальный условий, в которых они работают. Могут ли они сегодня влиять как-то на общество. Они будут показывать результаты их исследований, а также будет небольшая пресс-конференция накануне Конгресса перформанса работников и работниц культуры. Такой вот тоже, оказывается, будет в Минске 23-го числа. Так что приходите 22-го к нам. Ну и пользуйтесь нашим сайтом. Мы надеемся, что скоро он станет еще более удобным. Спасибо. Хорошего вечера. АПЛОДИСМЕНТЫ